МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Литва ответила на белорусскую ноту по поводу самолёта-нарушителя. Минск вновь принимает чемпионат мира. В парламенте Македонии нашли бомбу. В России отравились десятки детей, а во всём мире подпевает нашему нави-бенду. Это финальные штрихи к информационной картине среды 3 мая. Добрый вечер. Начиная выпуск с приятной новости. Беларусь вновь принимает соревнования мирового уровня. Сегодня стало известно, что наша страна получила право провести чемпионат мира 2018 года по баскетболу среди девушек до 17 лет. Не последними аргументами в пользу такого решения стали, конечно, опыт проведения подобных форумов, а также подходящие спортивные объекты. Сразу четыре столичные площадки примут мировой турнир в начале июля будущего года. Безусловно, состязания станут и отличной репетицией накануне Европейских игр 2019-го, которые тоже готовятся принять Беларусь. Татьяна Ревизория знает подробности. Спортивная новость прилетит сегодня с конгресса ФИБО в Гонконге. Минску скажут «да». А значит, наша столица вновь станет центром мирового спорта. Уже в следующем году Беларусь будет принимать чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Принятию решения ФИБО предшествовала довольно большая работа и инспекционные поездки представителей Международной Федерации. Ну и сегодняшнее решение. Это как бы уже было квинтисценцией всего процесса. Презентация нашей страны. Имидж, безусловно, страны нашей как спортивного государства повлиял. А это Олимпия. Женская команда, которую тренирует Александр Шемковяк, самый стулованный клуб Беларуси. К примеру, спортсменки, выступающие в категории Д-16, несмотря на юный возраст, уже собрали все награды страны. Кроме того, у сборной репутация одной из ведущих команд Европы. Так, в прошлом году девушки закрепились в дивизионе А Европейского чемпионата, заняв восьмое место. Показатель очень хороший, ведь даже Россия расположилась лишь на одиннадцатой строчке. А вот на чемпионате мира бороться до победы наши девушки будут уже в родных стенах. Попасть на чемпионат мира, еще быть, как говорится, хозяевом дома, ну, это ко многому обязывает. Но в то же время это показывает уровень развития нашего баскетбола, наши какие-то перспективы. Я думаю, все болельщики воочию увидят нашу молодежь, будут видеть, как мы работаем и что дальше ждать. Потому что сейчас в националке наступило время пересменки. Медальные надежды молодежного чемпионата должны перейти и во взрослый спорт. К юным звездам баскетбола уже присматриваются. Этот год, наверное, оптимальный для проведения омоложения, для просмотра новых кадров. И, безусловно, команда, которой руководит на данный момент Александр Станиславович Шамковяк, будет кузницей кадров для национальной команды. В атмосферу большого спорта Минск погрузится с 30 июня по 8 июля 2018 года. Так что будем болеть. Кстати, для проведения первенства уже отобраны четыре площадки. Среди них чужовка-арена, дворец спорта, спортивный комплекс «Уручья». Татьяна Ревизория, Вячеслав Будник, телекомпания СТВ. Залетевший в Беларуси из Литвы легкомоторный самолет был под постоянным контролем. Такой официальный ответ сегодня дала Литва в ответ на ноту МИД нашей страны касательно нарушения границы в воздушном пространстве две недели назад. В официальном разъяснении говорится, что на протяжении всего полета самолет находился под совместным контролем служб гражданской авиации и ВВС обеих стран и был спешно возвращен в воздушное пространство Литовской Республики. Как выяснилось, пилотировал гражданин Дании. Самолет был идентифицирован как гражданское воздушное судно, поэтому в соответствии с нормами международного права и законодательством Беларуси силовых мер предпринято не было. В парламенте Македонии нашли самодельную бомбу подозрительного устройства, обнаружил охранник и незамедлительно вызвал полицию. Устройство обезвредили. Расследование дела взяло на контроль антитеррористическое подразделение. К слову, здание македонского парламента в последнее время все чаще появляется в сводках происшествий. А в конце апреля там и вовсе произошло настоящее побоище. В драке тогда пострадали более ста человек. Авиакатастрофа на глазах у десятков автомобилистов произошла в американском штате Вашингтон. Одномоторный самолет пытался сесть, однако для безопасного приземления ему не хватило высоты. В итоге лайнер задел столб, оборвал электрические провода, пробил бак, облил горящим топливом автомобиль и взорвался. По предварительным данным, катастрофе мог привести отказ двигателей. На севере Ирана, в провинции Галистан, произошел взрыв на угольной шахте. По предварительным данным, погибли два человека. Около 30 пострадали. Под землей могут быть заблокированы еще до 90 человек. Люди работали в нескольких секциях шахты, но добраться туда невозможно. Содержание газа в стволе по-прежнему высокое. Спасательная операция осложнена угрозой нового взрыва. Массовое отравление в детском лагере «Дружба» под российским Ижевском с симптомами ротовируса госпитализировано около 90 человек. Большинство из них подростки, которые приехали на чемпионат страны по игре «Что, где, когда». Все пострадавшие посетили столовую, а вскоре почувствовали себя плохо. Причина – грубое нарушение санитарных правил. Сейчас работа лагеря приостановлена, столовая закрыта. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело. Немецкие следователи разоблачили ячейку неонацистов в вооруженных силах. Толчком к началу расследования послужил инцидент с военнослужащим Бундесвера. Он получил свидетельство сирийского беженца, а затем планировал совершить теракт. Полицейские арестовали пятерых его пособников. Во время обысков обнаружен ящик от винтовки со свастикой, а также плакат с солдатами вермахта. Из-за расследования министр обороны ФРГ отменила запланированный визит в США и созвала совещание армейских командиров. А накануне глава ведомства опубликовала открытое письмо, где обвинила все военное руководство в непрофессионализме. Говорит и показывает Беларусь. Сегодня в Минске накануне череды профессиональных праздников всех журналистов открылась международная выставка СМИ в Беларуси. Приветствия участникам и гостям направил президент Александр Лукашенко. У форума более чем 20-летняя история и, конечно же, традиции. Например, так любимые зрителями мастер-классы от популярных ведущих. На площадке и гости из-за рубежа, наши коллеги из России, Индии, Грузии. Всего 12 государств. Ну а специальный гость нынешнего форума – Китай. Екатерина Желянина нашла общий язык со всеми. Выставка СМИ уже в 21-й раз собирает ведущие масс-медиа. Информации сегодня нет границ. Благодаря современным технологиям за считанные секунды громкие заголовки способны облететь весь мир. Расстояния значения не имеют, не сыграли роли тысяч километров и для гостей. Стенды здесь от белорусских регионов и до Китая. Своё приветствие участникам выставки направил Александр Лукашенко. Событие имеет большой общественный резонанс, а демонстрация возможностей национальных СМИ, как подчеркнул президент, свидетельствует об их потенциале. Всего более сотни средств массовой информации, телевизионные каналы прямо на месте проводили кастинги. О телевизионной кухне рассказали всё, что можно было, и даже то, что обычно остаётся за кадром, под грифом, совершенно секретно. Вот этих агентов в эфире СТВ привыкли видеть в качестве ведущих. Мы люди серьёзные, работаем на серьёзной стезе. Есть такая здоровая доля иронии, как нам кажется, взглянули вообще на нашу работу. Это было интересно, необычно. Я думаю, и на протяжении всех дней, которых проходит выставка, наш телеканал подарит хорошее настроение и массу интересной информации. Согласен, агент. О профессиональных качествах, о современных тенденциях, о безопасности в информационном пространстве. Самые актуальные темы и самые авторитетные спикеры из разных стран. Максим Минчев. На безграничном пространстве масс-медиа фигура значимая. Возглавляет болгарское телеграфное агентство. Квалификация журналист сегодня это такой симбиоз самых разных профкачеств, а доступ к информации такой всеобъемлющий, что определить ту самую грань профессионализма и ответственность сегодня ой как сложно. И именно сейчас цена журналистской этики как никогда возросла. Как видите сегодня, именно технологии информационные, которые как будто должны нам помогать и должны улучшать жизнь, создают эти ложные новости и являются довольно серьезным вызовом, который мы должны как-то преодолевать. Закон регламентирует журналистскую профессию как очень ответственную, наделяя журналиста правом получать, распространять информацию. Новомодными гаджетами сегодня сложно удивить, зато ретро-техника поражает воображение. Современные радищики и сами с удивлением взглянули на такие вот приемники. На стенде Гомельской области периодико написал, сдал в номер, в печать. А каким был путь от журналиста до читателя 100 лет назад? Одно из изданий в 2017 как раз празднует вековой день рождения. Автор в детстве, машинистка набирает именно так, что лет назад был в кабинет главного редактора, а только старейших в городе изданий. Китайская делегация до нашего национального выставочного центра преодолела немаленькое расстояние. Раньше они писали только по газетам, интернетам, а теперь они своими глазами увидели, как развивается Бероруссия, какие отношения между Китаем и Бероруссией. Выставка продлится до 6 мая. Сюрпризов организаторы подготовили достаточно и для посетителей, и для участников. Продолжится и международный профессиональный разговор. Екатерина Желянина, Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Кому покорится телевершина, станет известно 12 мая. В будущую пятницу назовут победителей национального конкурса телевизионного мастерства. Это лучшая программа, а также репортеры, операторы, режиссеры и ведущие. Главная награда конкурса – Гран-при телевизионный проект года. На победу в одной из 25 номинаций претендует 286 соискателей. По традиции, широко на конкурсе представлен и наш телеканал. Китайские журналисты расскажут о Беларуси на страницах изданий. В эфире телеканалов «Поднебесные» репортеры с КНР продолжают знакомиться с нашей страной. Сегодня китайские коллеги попробовали тот самый сладкий вкус, с которым ассоциируется Беларусь во многих уголках мира. Прямо у производственного конвейера гости попробовали конфеты и шоколад, а также ознакомились с технологией производства сладкой продукции. Кстати, рынок Китая для беларуских кондитерских предприятий не новый, только за прошлый год в «Поднебесную» поставили продукции на полмиллиона долларов. При этом в этом году здесь намерены планку удержать. Сладкая дегустация – приятный, но не единственный пункт в сегодняшней программе. Пресс-тура журналисты из «Поднебесной» познакомились также с успехами Беларуси в IT-сфере и посетили парк высоких технологий. ПВТ – один из крупнейших IT-кластеров в странах Восточной Европы. Его заказчики – компания из 67 стран. А мобильными приложениями, разработанными резидентами, ПВТ пользуется более миллиарда человек по всему миру. Настроены здесь и на сотрудничество с Китаем в таких сферах, как разработка программного обеспечения и создание компьютерных программ. Гостей познакомили с деятельностью компании-резидентов, а также представили инвестиционные возможности ПВТ. Инновационные отрасли в Китае тоже сейчас сильно развиваются, и китайское правительство тоже определяет большое внимание этой отрасли. Поэтому я думаю, что у нас будет очень широкая перспектива для сотрудничества. Сегодня Парк высоких технологий заинтересован перенять опыт КНР в области поддержки малого и национального бизнеса. В свое время две страны изучали возможности создания совместного Парка высоких технологий. К примеру, с провинции Гуандун. Она крупнейшая в КНР и самая высокотехнологичная. Объем производства продукции на экспорт здесь превышает 300 миллиардов долларов. Признание за многолетний труд и высокий профессионализм по поручению главы государства заслуженным людям страны сегодня вручены государственные награды. В зале торжественных приемов Дворца Республики собрались 95 белорусов, тех, кто каждый день вносит свой посильный вклад в развитие и процветание страны. Алена Сырова пообщалась с героями нашего времени. 95 белорусов, 95 наград и несколько десятков ежедневных побед на рабочих местах лично у каждого из приглашенных во Дворец Республики. Водительная работа из 1981 года. Зимой чистим, посыпаем дороги, ответственные такие. Мы начали выполнять нейрохирургические операции. Работаем в области лор-болезни и офтальмологии. В этом зале присутствуют люди, чей труд отмечен государственными наградами, чей опыт, профессионализм, трудолюбие по-особому оценены нашей страной. География национальных побед – вся страна. От маленького городка до столичного проспекта. Это главное – знать, что профессионалы обязательно увидят. Несколько часов спустя церемонии награждения мы в музыкальном театре. Адам Османович, здравствуйте. Здравствуйте. Не минуты покоя? Не минуты покоя. Надо работать для того, чтобы публика получала самые высокие чувства, приходя в театр. Спектакли, вереница премьер, балеты, мюзиклы, музыкальные комедии, классические опереты – всё это репертуар нашего музыкального театра. Адам Османович почти 7 лет как художественный руководитель Государственного академического музыкального театра. Софья Гальшанская – театральный бренд Беларуси. С его участием ожил на сцене. Обязательно присутствую на всех спектаклях и на всех репетициях. То есть, если меня нет в театре, это какой-то для меня ЧП. Для меня ЧП. Ну и актеры смотрят, что уже что-то худрука сегодня нет. Поспешит на работу Ирина Евгеньевна. Это сейчас она директор 73-й школы столицы. Учитель с 30-летним стажем. А когда-то сама сидела за партой в этих же стенах, потому и не понаслышке знает, чем увлечь и чему научить. Это награда не только за мой труд. Это работа всего коллектива и учащихся, и педагогов моей школы. Сегодняшние дети очень быстро умеют ориентироваться в интернет-пространстве, очень быстро находить нужную информацию. И мы, педагоги, должны просто бежать за ними. Эта награда, безусловно, еще один стимул шагать вперед к новым вершинам. Алена Сырова, Александр Лученок, Валерий Науменко и Дмитрий Травин. Телекомпания СТВ. Тему следующего сюжета нам подсказали наши телезрители. В Литском районе больше года не могут восстановить мост через Неман. Старую переправу смыло ледоходом, а новую еще не построили. Раньше местным жителям до Большой Земли напрямую было всего 2 километра, теперь же в обход все 40. Наш корреспондент Галина Буро вмешалась в ситуацию. Получается, теперь нам нужно ехать 20 километров до Дятлова и еще 50 километров до Дятлова. Вот такой огромнейший круг делать. Лидия Косков вспоминает, как удобно было добираться до родной деревни через мост. Еще год назад женщина и подумать не могла, что ее родители на старости лет окажутся отделены от благ цивилизации. Деревня Корытница расположена на окраине Литского района. А сегодня и вовсе, как лишний кусок, отрезана стремительным речным потоком. У нас родители больные, уже старые больные. И доехать очень тяжело, чтобы их посмотреть. Если раньше уходило, во-первых, это и время нужно, ну и, конечно же, и деньги. Потому что если раньше мы добирались в течение часа, автобус в соседней деревне Мотевичах, вот, то теперь нужно ехать вокруг Дятлова. А вообще хочу сказать, что с Дятлова автобусы не ходят практически. Если у кого-то нет личного транспорта, то добраться практически невозможно. Делится своей бедой и Мария Юльяновна. Она в этой деревне прожила все свои 88 лет. Вышла замуж, воспитала детей, а сейчас осталась одна. Даже в гости к внукам на другой берег в деревне Мотевичи сходить не может. Вот они пройдем до Мотевича. Моста нема, и у них той чайки, и у нас никто не перевезет. Кто же будет вазить? И вот теперь, вот, деревна недалеко Мотевича от нас. Мо километра больше нема. А мы не поезжаем туда. С мостом получилось обидно. Уж очень капризный нрав у реки на этом участке. Когда-то здесь была понтонная переправа. С годами она ушла под воду. Тогда местная власть решила возвести добротный деревянный мост. Но и он, как в воду канул, выдержал лишь две зимы. Вот с этой точки берега и начиналась связь с большой землей. Когда ледоход повредил строение, обвалилась только его средняя часть. И у местных жителей была надежда, что мост все-таки восстановят. Однако было принято решение его полностью снести. Единственное спасение для деревни – ближайший Дятловский район. Оттуда присылают врачей и скорую помощь. А сегодня и вовсе обсуждается вопрос о присоединении корытницы к соседнему району. До него тут рукой подать. Местная власть считает это разумным решением. Председатель Белецкого сельского совета оказался в отъезде и согласился дать комментарий по телефону. В деревнях корытница проживает 38 человек. Насколько мне память не изменяет. 30 из них – это пенсионный возраст плюс 8 человек трудоспособного возраста. И на сегодняшний день с точки зрения рационального использования ресурсов нет смысла восстанавливать и строить мост. На сегодняшний день да, данный вопрос о передаче ее непосредственно в Дятловский район. Районный центр Дятлова от них находится в пределах 20 километров. Произойдут ли изменения на карте Гродненской области? И решит ли это частные проблемы немногочисленных жителей деревни? Вопрос пока остается открытым. Местная власть обещает в ближайшее время поставить точку в этой истории. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродненская область. Напоминаю, ваша ситуация может стать поводом для сюжета в наших выпусках новостей. Звоните нам по телефонам горячей линии СТВ в Минске 290-66-00 или по линии мобильной связи 1-600-700. Наши корреспонденты готовы выехать на место событий. Легендарная американская рок-группа «Иглз» подала в суд на мексиканский отель «Калифорния». По мнению музыкантов, гостиница якобы необоснованно выдает себя за тот самый отель, о котором поется в знаменитой песне. Кроме того, постояльцам здесь предлагают купить сувениры по мотивам хита. «Иглз» просит суд Лос-Анджелеса запретить отелью называться «Калифорния» и возместить убытки от нарушения авторских прав. Вот историю моего життя от белорусского «Нави-бэнд» поют на всех континентах. Белорусы в разных точках планеты устроили интернет-флешмоб в течение нескольких дней в социальных сетях будут появляться видеоролики с кавер-версиями песни, которую наша группа исполнит на Евровидении. Первое такое письмо прилетело из Нью-Йорка. Поддержать таким образом «Нави-бэнд» еще обещают представители белорусской диаспоры из Майами, Дохи и Мадрида. Такой была среда, 3 мая. Больше новостей вы найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео всех программ доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Завтра служба новостей СТВ продолжит работу в прямом эфире. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok